Всем привет! Здесь я хочу представить, как сделать из обычной веб-камеры IP с подключением по Wi-Fi, что позволит вести видеонаблюдение с записью происходящего. Для реализации этой идеи я воспользуюсь мини-компьютером Orange Pi PC, на который нужно установить хотя бы простенькую систему охлаждения. Также понадобится microSD карта памяти минимум на 4 гигабайта. Для работы платы необходим источник питания на 5 вольт 2 ампера и безусловно веб-камера, в моем случае это Logitech C270. В силу того, что текущая модель апельсинки идет без Wi-Fi, дополнительно потребуется USB Wi-Fi модуль. Затем следует скачать с официального сайта операционную систему Ambient для своей модели мини-пк. С помощью программы Edge записываю ISO образ, указав путь, где он располагается и карту памяти, на которую его следует установить. По завершении записи, что занимает некоторое время, извлекаю карту из компьютера с развернутой на ней системой и устанавливаю ее в Orange Pi. Подаю питание от источника, потом подключаю один конец лан-кабеля в мини-пк, а противоположный в роутер. На компьютере, находящемся в этой же локальной сети, что и Orange Pi, запускаю программу, позволяющую сканировать сеть, где в текущем поле оставляю только диапазон своей локалки и нажимаю сканировать. Из установленных хостов, в моем случае, IP адрес апельсинки тот, у которого в поле производитель ничего не указано. Теперь с помощью программы PuTTY подключаюсь по протоколу SSH к плате, прописав 192.168.1.52 в строке хостнейм и затем кликаю по клавишей open. В появившемся окне нажимаю да. При успешном соединении появится такое окно, где следует ввести логин рут, а пароль 1234. После авторизации нужно будет выполнить стандартные настройки, которые ранее я подробно показывал. Их можно посмотреть, перейдя по подсказке. С помощью команды apt-get update обновляю информацию по репозиториям о новейших версиях пакетов. Затем, прописав apt-get upgrade, выполняю инсталляцию последних версий пакетов, находящихся в системе. Далее устанавливаю программу видеонаблюдения Motion. Набор библиотек, который позволяет записывать, конвертировать и передавать цифровые аудио и видеозаписи. А также приложения с библиотеками для веб камер и других видео устройств. Когда процесс установки закончится, добавляю в систему пакеты для работы с Python и ряда других необходимых библиотек. В некоторых случаях может потребоваться данная библиотека, которую я решил поставить сразу. И наконец устанавливаю MotionEye. Это веб интерфейс с набором инструментов для программки видеонаблюдения Motion. В ходе выполнения указанной команды у меня вывелись сообщения о неудачном построении четырех зависимостей. Конечно в идеале такого не должно быть. Далее в каталоге ETC создаю представленную папку и копирую в нее конфигурационный файл располагающийся по данному пути. Добавляю каталог для хранения мультимедийных данных, копирую скрипт инициализации из указанного расположения в папку по представленному пути и перезапускаю конфигурацию менеджера SystemD. Для запуска MotionEye выполняю парочку текущих операций. При желании получить последнюю версию программы следует ввести указанную команду, а затем перезапустить службу. Выполнив установку необходимого программного обеспечения подключаю в USB разъем OrangePy веб-камеру. После введя LSUSB проверяю отображается ли она в системе. И как можно видеть она здесь имеется. На компьютере запускаю браузер, где в адресной строке прописываю IP адрес апельсинки и через двоеточие порт 8765. При нажатии на Enter должна появиться форма входа в систему. В поле юзернейм ввожу админ, а поле пасворд оставляю пустым. Чтобы добавить камеру следует кликнуть по данной ссылке. В появившемся окне оставляю указанный тип камеры, а из выпадающего списка в идеале должно отобразиться ими вебки. Здесь я выбираю данную и нажимаю ОК. Спустя несколько секунд появляется изображение, но скорость кадров здесь очень маленькая. Поэтому в настройках указываю чуть большее разрешение и максимальное значение кадров. Конечно это скажется на объеме видеофайла, зато картинка отображается плавнее и без рывков. Чтобы текущий формат веб-камеры преобразованный в IP сделать еще и беспроводным, в апельсинку подключаю USB Wi-Fi адаптер. Снова введя в командной строке LSUSB можно видеть, что он отображается в системе. После подключения беспроводного адаптера рекомендую выполнить перезагрузку с помощью команды Reboot. Далее написав название утилиты Ambient Config в запустившемся псевдографическом режиме перехожу в Network, где выбираю управление беспроводной сетью. Из имеющихся Wi-Fi точек выбираю свою и ввожу пароль для подключения к сети. Получив доступ возвращаюсь обратно и перехожу в пункт IP. Тут выбираю беспроводной адаптер, далее перехожу к созданию статического адреса. По умолчанию у меня указан данный. При необходимости его можно поменять. Я его оставляю и сохраняю указанные настройки, после чего выхожу из утилиты Ambient Config. Выполнив указанные настройки на мини ПК, отключаю LAN кабель и попробую проверить как это работает. На компьютере, который находится в этой же локальной сети, закрываю PuTTY и открываю браузер, где прописываю IP адрес 192.168.1.47.8765. Таким образом, я успешно зашел в веб-интерфейс управления камерой, сигнал от которой передается через апельсинку по Wi-Fi. Исключительно для просмотра происходящего с камеры, в адресной строке следует сменить порт на 8081. При этом проходить аутентификацию не нужно. Конечно, в настройках программы права доступа можно поменять, если в этом будет необходимость. На этом я завершаю рассмотрение реализации из веб-камеры IP. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.